Здравствуйте! Я очень рада, что вас много и у нас сегодня важное большое мероприятие из разных частей, состоящие и платное содержание этого. Кто пришел на читки, вот, друзья, можно посадиться и присоединяться к нам, мы сейчас начнем. Это презентация сборника пьес немецкоязычной драматургии «Шаг 5». Эти сборники издавались с регулярностью некоторой в течение продолжительного времени и, в общем, повлияли очень сильно на российский современный театр, на нашу молодую драматургию, на лабораторное движение. Разные пьесы из этих сборников, часть из них, по-моему, есть здесь, и их можно даже, по-моему, взять бесплатно. Вот. Это замечательные большие книжки, собравшие, в общем, лучший, ну, цвет современной немецкоязычной драматургии. И сегодня это первый раз, когда книжки нет в бумажном виде, она существует в виде электронном. В этой сборнике 10 пьес мы покажем сегодня фрагменты трех из них. У нас в зале три драматурга, они приехали, и мы очень рады, что это случилось. Автор пьесы «Игра о жизни и игра о смерти» Штефан Хорнбах, вот он. Фольгер Шмидт, пьеса «Джихад». И Лукас Холлигер, «Швейцария», это пьеса «Монстры, том числе и сотки». Три режиссера будут делать эти читки. Алиса Селецкая, это электротеатр Станиславский, это «Монстры». Никита Бетехтин, вот он, да, Катер Меркольда и не только. Это пьеса «Джихад». И первая читка «Игра о жизни и игра о смерти», 20 минут из пьесы, делает Толган Баталов. Все. Я хочу пригласить Астрид Веге, директора культурного отдела Гетт-института, сказать нам слова. А Славу Городецкую прошу перевести. Спасибо, Кристина. Ich grüße Sie sehr herzlich, auch seitens des Goethe-Instituts, zu dieser Veranstaltung der Präsentation des Schacht-Bandes Nummer 5. Спасибо вам большое, что вы пришли на Präsentацию проекта «Шаг 5», осуществленного Гетт-институтом. Кристина, что вы пришли на Präsentацию проекта «Шаг 5», «Согласно, что вы пришли на Präsentацию проекта «Шаг 5»?» Кристина почти все уже сказала, но я просто кратко еще пишу, поскольку у нас сегодня будут три Пьесы представлены. Aber vielleicht doch ganz kurz zu den Schacht-Bänden. Der erste Schacht-Band wurde 2005 herausgegeben. Небольшая предыстория проекта «Шаг 5». Первая книжка вышла в 2005 году. Jetzt präsentieren wir den fünften Band. Сегодня мы представляем пятый проект «Шаг 5». Und wir können sagen, dass «Шаг» wirklich eine Erfolgsgeschichte geworden ist. Die Idee von «Шаг» ist, deutschsprachige Theaterliteratur, neue Dramatik in guten russischen Übersetzungen, dem russischen Publikum und Fachpublikum zu benutzten. И мы считаем, что вообще проект «Шаг» – это очень успешный проект. И идея основная этого проекта – это представить современную немецкую Траматургию хороших русских переводов российским театральным деятелям. Und wir können sagen, dass viele Theaterstücke aus den ersten vier Schаг-Bänden fest im Repertoire von russischen Theatern und nicht nur in Russland-Teatern sind, sondern in Osteuropa und in Zentralasien, also im russischsprachigen Bereich. И пьесы из первых четырех книг-проектов «Шаг» были хорошо восприняты, были активно восприняты российскими, не только российскими, театральными деятелями, но и во всех русско-язычных театрах в Восточной Европе. Wir werden jetzt… Der aktuelle Band hat zehn Stücke, die in den letzten sieben Jahren entstanden sind, von teilweise sehr bekannten Autoren wie Roland Schimmelfelding oder Sibylle Berg, Ferdinand von Schirach bis zu jungen Autoren, Steffen Mornbach unter anderem, denen wir heute sein Stück «Die hessischen Lesung» sehen werden. Es gibt eine große Spannbreite unterschiedlicher politischer, gesellschaftlicher aktuellen Themen. Es ist eine große Spannbreite auch von unterschiedlichen stilistischen Sprachen, die in diesem Wandel einsetzen. In нашей «Шаге 5» представлены zehn Pьес, которые sind gelesen seit seit 7 Jahren. Und среди них есть sehr известные авторы, которые sind gelesen, wie Silvia Bergkamp, aber есть viele молодые авторы. Один из них, Steffen Hornbach, сейчас находится в Заде. Und es muss sagen, dass der «Szbórnik» представляет очень широкую палитру как тем, так и стилистики авторской. И у нас есть очень хорошая традиция представлять проекты «Шаг» с помощью театральных читок, и нам очень приятно, что на эту презентацию смогли приехать три автора – Штепан Форнблах, Лукус Холлигер и Фолькер Шмет. Эти презентации, вообще весь проект был создан большим количеством людей, и мы хотели бы их поблагодарить, конечно, разумеется, прежде всего, самих авторов. Анти-Üберсетцерinnen и Уберсетцер – это очень сложная, требовательная работа, и я знаю, что многие здесь, и я очень рад, что можно приветствовать Александра Горбова, Ольга Гудокова, Сватислав Городецкий, Александр Филиппов и Ана Рудикова. Потом мы хотели бы поблагодарить художественных переводчиков, которые перевели эти тексты на русский язык. Я знаю, что некоторые из них присутствуют в зале. Хотел бы поблагодарить Александру Горбову, Ольгу Гудокову, Александру Филиппову и Аллу Рыбикову. Спасибо за просмотр! Мы хотели бы поблагодарить те жюри, которые выбирали письма, потому что у нас была long-лист, потом short-лист. И всех тех, кто помогал нам выбирать письма, мы благодарим. И конечно режиссеры, которые сделали читки, которые вы сегодня увидите, мы тоже благодарим. И также дизайнеры нашего онлайн-проекта, Шаг 5, Екатерина Ровнова. И я благодарю своих коллег из ГОТЭ-Института, Нина Холуновская и Лиза Горская, которая недавно была день рождения, но которая, несмотря на это, все так прекрасно подготовила. И огромное спасибо нашим коллегам из Про-Хильвеца и Австрийского культурного форума. Эти шаг-бэнды, как и название уже говорится, все это все вместе. И благодарю за новое новое сотрудничество. И огромное спасибо нашим коллегам из Про-Хильвеца и Австрийского культурного форума, потому что это, как я уже говорил, совместный проект. И нам было очень приятно сотрудничать с ним. И огромное спасибо Электротеатру Станиславске за то, что они меня оставили на площадке для проведения презентации. Я хочу попросить Анну Арутюнова, директора Про-Хильвеца и Москва, сказать нам два слова. Я скажу буквально пару слов. Действительно, мы очень рады сотрудничеству с Геодинститутом и Австрийским культурным форумом в рамках этого проекта. Рады, что это сотрудничество продолжается не первый год, и надеемся, что будет продолжаться и дальше. В Швейцарии, как вы знаете, четыре национальных языка, но немецкоязычная драматургия занимает очень важное место в целом в лошадке театральном швейцарском. И Шаг, безусловно, это прекрасная возможность донести самые интересные новые произведения до вас, до зрителей, до режиссеров, до всех тех, кто неравнодушен к театру, к современному театру и драматургии. Буквально в двух словах скажу о трех пьесах, которые вы можете прочитать в сборнике. Это пьеса «Сибилла Бирк», «Дамы все еще ждут». Сибилла – одна из самых, можно сказать, провокативных женских авторов в современной швейцарской драматургии, пишущей на немецком языке. Ее пьеса «Веседа» рассказывает о четырех женщинах чуть за сорок и о том, каким образом сегодня в современном обществе, в современном мире можно быть и нужно быть женщиной. Пьеса Кати Грунер – молодой, уже титулованный драматургой из Цюриха, называется «Слишком короткие ножки» на очень болезненную тему о насилии в семье. И, наконец, пьеса «Читку», которую вы увидите сегодня – это пьеса Лукаса Холлигера «Монстры. Крушат. Высотки», один из самых ярких драматургов своего поколения. Пьеса очень сатирически рассказывает о бесконечном противостоянии и выяснении отношений между людьми, находящимися на разных ступенях социальной лестницы. Но, в общем, оставим актерам возможность интерпретировать это произведение. Мы благодарим за работу режиссера «Читки» Алису Селецкую, актеров Екатерину Дару, Александру Михаилу Милькису, Юрию Васильеву и Веру Кузнецову, конечно же, композитора Александра Белоусова, который специально написал музыку для «Читки» пьесы Лукаса. И еще раз слова благодарности нашим партнерам, Йота-Институту, Австрийскому культурному форуму, электротеатру Станиславской посольству Швейцарии в Москве за столь долгое плодотворное сотрудничество. Надеемся шагать и дальше вместе. Спасибо. И директор Австрийского культурного форума Симом Рас будет замыкать эту композицию из речей. Я тоже хочу сказать, ну ладно, но так хорошо, как Анна, я не умею, но... Мы тоже очень рады, очень большое спасибо Гуте, по-первых, радио, небольшой молодцы, и я думаю, что это очень полезный проект, конечно, мы уже тоже, но вместе с швейцарскими коллегами из Гуте работали, сделаем вот этот проект, значит, сделаем мы, поддерживаем и радуемся, что мы сможем участвовать в этом проекту. И особенно рад, что Фолка Шмидт именно в этом году здесь с нами, он вернулся уже в Москву. Я помню, у него был прекрасный проект здесь несколько лет назад, в театре «Практика», и сегодня здесь, и я очень надеюсь, что дальше еще будет. И большое спасибо вам, конечно, за электротеррану. Спасибо вам! У нас есть маленькое отступление от ритуала. Фолькер Шмидт просил слово, мы слово с радостью даем, и попросим Святослава Коротецкого перевести эту короткую речь. Можно быть сюда? Добрый вечер. Мне хотелось бы, во-первых, поблагодарить от имени авторов Гуте институт, австрийский культурный форум, за то, что мы пригласили нас, за то, что мы им честь здесь присутствует. Я не первый раз в Москве, поэтому для меня это особая радость, потому что я уже могу пригласить сюда несколько московских друзей. Но есть один друг, которого я не мог пригласить, поскольку он сейчас находится под домашним арестом. Но мы хотели бы втрою прочитать текст в его поддержку. Мне повезло. Меня пригласили в Москву, и я смог сюда приехать. Я могу ездить куда угодно, представить свое искусство и отстаивать свои взгляды. У одного из важнейших и лучших театральных и кинорежиссеров России, Кирилла Серебрников, такой свободы в настоящий момент нет. Он находится под домашним арестом и не может обеспечить свои многочисленные проекты в России из-за ее пределами. Причиной тому явно вымышленные, избитые обвинения в растрате средств на несостоявшуюся постановку, которая, как прекрасно знают зрители, наилучшим образом состоялась. Когда власть, имущие настолько боятся влияния театра, что арестуют режиссера, это свидетельствует о действенности театрального искусства. Обращаясь так со своими лучшими художниками, власти одновременно принижают и себя, и все общество. Сильные власти, напротив, дают творцам свободу. Поскольку искусство способно корректировать действительность, отражая ее как зеркало. Оно – взгляд в будущее, пространство для осмысления и формирования мирвосприятия. Россия – богатая культурная нация, веками дававшая миру великолепных художников и театральных деятелей. Это богатство необходимо сохранить. Поскольку если умрет искусство, умрет и общество. Я призываю вас проявить солидарность и выступить в защите Кирилла Серебренникова. Многие деятели культуры и искусства в Австрии, Германии и Швейцарии на вашей стороне. Свободу Кириллу Серебренникову. Спасибо. Мы подряд посмотрим три вещи без перерыва. И после третьей будет 10-минутный промежуток. А после этого 10-минутного промежутка будет обсуждение с авторами. Долга от Баталов. Будешь ли представлять актеров? Нет. Все. Игра жизни. Игра смерти. Я – это я. Фридрих. Речь пойдет обо мне. В основном. Ты – это ты. Но участвовать тебе не придется, ведь тебя здесь вообще нет. Ты все-таки как-то ухитрилась исчезнуть и даже не думая возвращаться. И претендовать на роль рассказчика в этой истории. Как уже сказано на этот раз, речь пойдет обо мне. Хотя, конечно, иногда ты – это я. И частенько пользуешься именем… Да. Он. Вообще-то это должен быть папа. Его давно нет и след простыл. А еще он – это пес. Но пес вообще-то девочка. И ничего не говорит. Так что, по большей части, он – это врач. Хотя с тем же успехом это могла бы быть и… Она, то есть женщина-врач, не смотрите, что перед репликами всегда написано просто «врач». Но прежде всего, она – это мама. Оно – страшный клоун из фильма, которого я, к счастью, не видел. От него даже ударно душевная травма. Насколько мне известно, оно – всегда то, чего боишься больше всего. А еще оно – это то, что в последнее время угнездилось во мне и, как видно изо всех сил, старается испортить мне настроение. А настроение-то у меня и раньше было не очень, так что ему даже стараться особо не приходится. Может, и ты – тоже оно. А делить вас друг от друга непросто. Мы – некоторое небольшое количество существ любого пола, возраста, происхождения, с инвалидностью или без, и так далее. И то, что мы говорим, не всегда и не обязательно связано с якобы говорящим в этот момент персонажем. Мы с удовольствием делимся текстом, в том числе, если это идет на пользу сообщения. Они – это, наконец, зрители. По крайней мере, зрители предполагаются и должны чувствовать, что их имеют в виду. Договорились? Тогда поехали. Я вижу тебя. Ты играешь в горячую холодную на детском дне рождения. Тебя в саду, на двумном бассейне. Тебя ты идешь в первый раз в первый класс в глазах тоска. Тебя в день первого причастия у тебя выпал зуб. Тебя ты перепрыгиваешь через ручей. Тебя на вышке для прыжков в воду 10 метров, как минимум. Тебя в самодельном домике ты хочешь поупражняться в поцелуях, по-настоящему засос. Тебя с зеленорозовым гребнем вместо волос. У тебя костюм панка, а в прошлом году был костюм индейца. А еще раньше ковбоя, а до того робота. А еще раньше, когда-то давно золота. Тебя ты гонишь по улице рыжего кота. Тебя, пытаясь скрепить дружбу клятвы на крови, Ты едва ли отхватываешь себе всю подушечку пальца. Тебя на школьном дворе. Ногти накрашены синим лаком в руке первой сигареты. Тебя в футболке с Майклом Джексоном. Тебя ты впервые в жизни в дровах. Тебя на гешом на той тусовке на пустыре, Когда брали друг у друга на слабо. Тебя ледяночью посреди карьеры на дубном островке с пальмой В сильно податом состоянии. Тебя, ты танцуешь по комнате И громко поешь микрофон и зубной щетки Пенокамбет изо рта. Тебе перед телевизором сопли в три ручья, Хотя эффект-то вроде не очень. Тебя в зоопарке. Ты помираешь со смеху, хохочешь, Натрываешься чуть ли не до упаду, Увидев у мулы метровый эрогированный член. Тебя на вечеринке. Ты дуешься, что тебе ничего не подарили, Хотя это даже не твой день рождения. Ты просто в гостях, ты чего? Тебя, ты танцуешь с закрытыми глазами в толпе, Как будто вокруг никого нет. Тебя спереди. Назаде. Тебя поцелую в ухо, глаза крепкие объятия. Тебя в щеку в ухо, Тебя вдалеке и два заметной точки. Тебя очень близко. Тебя и твое отражение в зеркале. Тебя прижать к себе очень плотно, Чтобы если вдруг я все потеряю, Если вдруг все исчезнет, Мир и все вокруг, И останусь только я, Чтобы в этой пустоте в воздухе Можно было нарисовать тебя. Каждый раз, когда у меня выпадает ресница, Я загадываю желание. Всякие банальные желания, Вроде бутерброд сыр, пожалуйста. И жду, что будешь свалиться с неба. Серьезных желаний я избегаю. Серьезных, типа, например, Ладно, не будем об этом. Мать зовет меня Смур. Я снова живу в своей комнате, в детской. Когда я без шапки, она иногда пугается. Я зову ее мамой, Она называет меня Смур. Из-за шапки. Хотя шапка у меня серая, не белая, А лицо желтое, а не синее. Я хожу по лесу совершенно один, Если не считать пса. Я беру с собой только пса, Потому что он не разговаривает. Вообще-то пёс с девочкой, У него есть имя, но я называю его просто псом. Дома каждый ложится обратно на свое место И озирается по сторонам. Иногда пёс пыхтит или ворчит, Не знаю, как это в субах называется. Это называется рычит. Рычит. Тогда я рычу в ответ. И пёс рычит снова. Иногда это продолжается минутами. То пёс, то я, то пёс, то я, то пёс, то я. Потом вдруг звонит телефон, Три звонит снова, И снова включается автоответчик, Три гудка. Ну, когда тётя, дядя, сосед Начинают наговаривать своё сообщение, Я затыкаю уши. Бывает, я забываю, что заткну уши, И потом так и просыпаюсь, Держать за голову, Когда телефон снова начинает звонить. Папа не звонит. Папа никогда не звонит. Его я называю отцом. Я не подхожу, не беру трубку, Лежу дальше. Похудел сильно. Весы в ванной показывают, Что в килограммах у меня ровно 55 и 550 граммов. В какой-то момент звонят в дверь, Но я не открываю. Не хочу видеть никаких тёть, дядь, соседей. Лежу на диване перед телевизором Или у себя в комнате И пялюсь на стены. Они смурфово-синего цвета. В какой-то момент домой возвращается мать И накричит. Привет, смурф. Мама прослушивает сообщение На автоответчике, как всегда. 18 раз три гудка, А потом голос Даны говорит. Привет, Фриди. Я вообще-то не хотела мешать, Ничего такого. Просто позвонить, сказать что-то. Ну да, в общем, я снова здесь. Ты можешь случайно тоже. Я тут, в общем, кажется, слышала. В общем, ну да, если ты здесь тусишь, Короче, позвони, если хочешь. Ну, в смысле, если только хочешь. Вот, Дана. Три гудка. Мы с Даной на лазалке на детской площадке. Мы с Даной тайно целуемся. Мы с Даной показываем друг другу Свои еще не совсем сформировавшиеся половые органы. Я не перезвоню. Никогда. Дана. Это жуткое имя. У Фридриха куча аллергий. Фридрих не хочет нормально расти, развиваться физически и психически. Фридрих не хочет играть с ребятами в футбол. Они называют его Фриди. Вырастет ли из Фриди когда-нибудь Фридрих? Фридрих считает, что его недооценивает, но вида не подает, чтобы потом было чем удивить ребят. Да, она разве это не по возрасту. В 12 она за сараем показывает сиськи пацанам. Она лазает по деревьям и мучает мелких животных. Давит ракушки виноградных улиток. Поговаривает даже, что она выбросила из окна свою морскую свинку Мелани. Да просто, чтобы посмотреть, как эта свинка будет падать. Подскочит ли при приземлении. Скелет морской свинки в кустах однозначно говорит в пользу этой версии. Фридрих пытается починить улиточные ракушки, которым вымощена Даня на дорогу в школу, только с его-то мелкой моторикой ничего не выходит. Он собирает дождевых червей из луж, и за это он часто опаздывает на уроки. А иногда потому, что пытается идти спиной вперед, что требует некоторой концентрации. Фридрих мечтатель. Да, она не хочет на уроках сидеть с ним рядом. Уже в первом классе она считает, что Фридрих... Вызывает жалость. В хорошие дни она подмигивает ими. Ну и жалость. Она бы никогда не стала заходить к нему в комнату. Ей никогда не на секунду, даже на долю секунды не пришло бы в голову потусоваться с ним после урока. Ага, зато ей хотелось бы делить ему кулаком в лицо. Разок, не больше. Но просто, чтобы понять, какие при этом ощущения. Такова официальная версия. Да, она не хочет. Вообще ничего. У нее нет никаких желаний. В 14 она бросает курить, потому что ей это скучно. Дана растет, а желания мне больше не становятся. Скорее, меньше. У Даны нет сил. Усталость от жизни мне только растет. Все ширится и ширится, достигая даже ближайшего города, где есть другие парни и мужчины на крутых тачках со складными ножами, где глотают и рюхают всякие более или менее опасные вещества, где есть женщины красивее Даны, где больше звуков, там усталость накапливается сильнее. И Дана зевает. Зевает так, будто могла бы прозевать всю оставшуюся жизнь, пока она, наконец, не закончится. Фридриху хочется впечатлений. Больше всего ему хочется улететь. Но не как Дана из окна, а на юг. Или еще куда-нибудь, где никто не знает его имени, не знает, что он никогда не приносил домой грамот со спортивных соревнований для школьников. Даже грамот участника и то никогда. Фридрих хочет учиться в университете. И целовать девушек. И парней, может быть, тоже. Может, с парнями целоваться даже проще, с ними же не так стеснительнее. В любом случае, там, в Америке есть что попробовать. По крайней мере, в ближайшем городе с населением больше тысячи человек. Да, она может все, но ничего не хочет. У Даны просто вопиющие, бросающиеся в глаза шрамы на руке. Спрыгнуть до 7-метровой вышки. Да, она может, а вот с моста или высотного дома ей слабо. Она хочет, чтобы жизнь уладила это дело за нее. Вообще, кто сказал, что жизнь-то хорошо, а смерть-то плохо? А что лучше? Дерьмовая жизнь или никакой? Отец Фридриха в какой-то момент свалил и создал где-то другую семью. А Фридрих теперь снова переехал сюда, к матери. В эту глухомань с двойным названием, в половину дома с псом, телефоном и автоответчиком. Интернет-дом работает так себе, и Фридрих просто перечитывает более или менее веселые книжки в мягких обложках в миллионные-миллиардные разы. Или пытается стереть записи с автоответчика, не прослушивая их, но выходит, это даже хуже, чем смотреть порнуху в интернете, не говоря уже о документалках про животных. Привет, Фриди. Это снова я. Просто хотела сказать это самое, ну, если хочешь, можешь мне позвонить. Но я знаю, что я уже это говорила, но, может, я подумала. Ну, в общем, это не обязательно. Чао-какао, Дана. Три гудка, Дана и Томас ходят за ручку, Дана и Робин гоняют меня между новостройками, Дана и Маркус на лазалке, я внизу порчу рожи, спускаю штаны, писаю песочницу, пою песенку про жениха и невесту, Дана и Реджинальд не прекращают целоваться, ой-ой-ой, что я вижу. Дана — это жуткое имя. Я не перезвоню. Никогда. У вас там опухоль. И я удивляюсь тому, что слово опухоль так похоже на выкухоль. Что это вообще за слово такое? Опухоль. Или... Пожалуйста. Так говорил врач, когда довел меня из приемной к себе в кабинет. Пожалуйста, пожалуйста. И указал туда, где я сейчас сижу. Пожалуйста. Опять-то чертово. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Примерно миллиард раз, а потом взгляд в пол. Опухоль, иначе говоря. А потом он произносит еще одно слово, которое я уже где-то слышал. Это да, но сейчас я настолько не кстати, что я даже как следует осознать его не могу и не хочу, в общем, понимаю только... Физалис. Опухоль, иначе говоря, физалис. Или... Помпеймус. Или... Морской огурец. Вы знали? Морской огурец может отбрасывать заднюю часть. И я думаю, если бы вокруг этого стула, на котором я здесь сейчас сижу, в этот самый момент пошли бы трещины, и в полку образовалась дыра, и меня бы под воздействием так называемой силы тяжести туда засосало внутрь туннеля, которая идет через весь земной шар. А тогда якобы ровно через 38 минут меня бы выбросило на другой стороне, и я бы продолжал дальше падать, 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 ни о чем бы не думал, совсем ни о чем, а может быть, вокруг было тихо, а может быть, барабанные перепонки лопнули бы от шума, а может быть, меня уже давно разорвало бы на тысячи пусков, и может быть, тогда... И стало бы не так, ас-искрят. А потом Дана вдруг вырастает прямо передо мной, и я на улице, с псом. И Дана говорит... Вау, вот это изменился. Он в смысле пес, он ведь раньше был больше и светлее, да? Это был другой пес. Ты тоже раньше получше выглядел, хотя... И пес ворчит или рычит, а я хочу просто... Может, встретимся как-нибудь? Спрашивает Дана. Она не спрашивает. Как дела? Да, то есть, конечно. То есть, посмотрим. Пока. Ты боишься меня, Фриди? Фридрих. Теперь меня зовут Фридрих. Ну, я же пошутила, Фриди. Фридрих, конечно, Фридрих. А ты ведь снова здесь тусишь, да? Добровольно такой никто не подпишешься. Поверь, даже я. И она делает страшные глаза. Что должно показать, посмотри. Сейчас у меня на лице безумие. Оно в любой момент может вырваться и прыгнуть тебе на шею. И при этом она еще как-то совершенно по-дурацки красива. А может, как-то по-простому. А может, даже прекрасно. Только родилась в неправильном месте или случайно застряла здесь. Дана, тебе здесь не место. Ну, ясно. Я тебе позвоню. Дана просто идет дальше. Шапкает по улице, как всегда, без цели, со скучающим видом. Таким, словно она посол мировой скуки. Но при этом в ней самой ни единая клетка скуку не источает. Ничего такого. Мне вдруг снова восемь лет. И хочется быть чуток покруче. Даже хотя бы так по-дебильному, как она. Опухоль. Иначе говоря, и тут он произносит слово, которое звучит ужасно комично, в самом прямом смысле этого слова. И рифмуется со словом юмор. Вот только представьте себе. У вас там юмор. Это было бы слишком хорошо. Юмор – это совершенно не обязательно что-то плохое. Ведь различают хороший и злокачественный юмор. Причем злокачественный юмор может быть одновременно и хорошим. Понятное дело. Кто-то показывает на мониторе какие-то МРТ-снимки. Как вы сами можете здесь увидеть, юмор у вас уже относительно огромный. Все, что он говорит, звучит слегка относительно. И, естественно, ничего не поняв, я спрашиваю, то есть у меня тут юмор, да? А зачем он? И тогда он еще раз набирает воздух, чтобы следующая острота прозвучала как можно суше. И, внимание, я снова спрашиваю, зачем он? И он говорит, чтобы помереть. Он сосмел. Фридрих, помнишь? Шепчетта. Мы должны растратить себя. Шепчетта. На вещи, которые много мощнее того, что нам под силу. Шепчетта. Ты без волос правда красивый. Шепчетта. Можно я тебя нарисую в рибре? Шепчетта. Без одежды. Я часто тебе думаю. Дана, оставь меня в покое раз и навсегда. Я не хочу больше никогда ничего о тебе слышать и видеть тебя. Ты не стоишь таких усилий, мыслей, чувств. Ты только разрушай. Меня разрушать еще больше я больше не могу понимать. Мне нужно сейчас сосредоточиться на себе. Дана, ты умерла. Умерла, навсегда разложилась. Я не могу, не хочу, не имею права больше о тебе думать. Давай, иди поиграй со своими дружками-призраками. Всего хорошего. Фридрих. Кричи, Фридрих. Нет, я не кричу. Я ничего не говорю. Я больше ничего тебе не скажу, Дана. И когда ты завтра будешь стоять у меня под дверью, моля о пощаде... Тебе слабо будет подходить к двери, Фридрих. Но и подходить к двери тебе тоже будет слабо. Я, наверное, не подарок, но ты все равно меня впустишь. А мне надо бы у тебя кое о чем спросить, Фридрих. Кое о чем попросить. Я в одной только крокотной мелочи знаю. Сейчас это не кстати, но по части таймингом я всегда была слабовато. Как у тебя это получается, Фридрих? Фридрих. Спрашивает Дана. Как вообще можно быть таким чертовым лузером? Как так вышло, что все еще жив, Фридрих? Удивляется, Дана. Я люблю тебя, Фридрих. Стан, правда? Он сказал тумор. Но этого не может быть. Думаю я тумор. Повторяется у меня в голове, будто я пропустил какое-то плечевое слово в собственной реплике. Тумор. Супфлирует что-то внутри, но этого совершенно точно не может быть. Тумор, тумор. Это просто иное название разрастания. Это совершенно не обязательно что-то плохое. В конце концов, различает ли это и хороший, и злокачественный тумор. Я удивляюсь, что он говорит туморы, а не туморы, что было бы почти как куморы. Например, это может быть просто разрастание сосудов. Кто-то показывает мне какие-то снимки на мониторе. На них, судя по всему, я, но себя я не узнаю. Совершенно не узнаю. Выглядит там все одинаково. И мне вообще кажется, что это одни сплошные опухоли. Но единственное разрастание там – сердце. А рассматриваю на мониторе себя изнутри, в разрезе. Меня так тонко нашинковали, что я уже ничего не понимаю. Здесь находится левый надточник, точнее то, что от него еще осталось. Как вы сами можете видеть, тумор уже относительно… Ну, все, что он говорит, звучит слегка относительно. Значит, у меня там тумор, да? Вы уверены? И чтобы до меня наконец дошло, и я лучше все себе представил, он говорит. Да, он размером с кулак. У вас там что-то есть? Мы называем это тумор. Опухоль, разрастание, тумор, тумор. Так мы это называем. Исходя из размеров, размер значительный. Очень редкий случай, очень странный, очень интересный. Шансы выжить, трудно оценить, предугадать, предсказать. Что вы себе думаете? Одевайтесь тепло, но не слишком. Лезвия у нас наточены, но с радостью пустим их в ход. Немножко порежем, пока вы совсем не пожелтели от старой, доброй, классической медицины. Небо зеленее и небо синее, как смурт. И гильдарный, не смотри, смотрите вот так. Положитесь на нас, все будет в лучшем виде. Вы еще удивитесь, велико все останется позади. А теперь освободитесь ото всех страхов, ото всех забот. Освободитесь, наконец, пожалуйста. Нам нельзя терять времени. Не хотите же вы сдохнуть? Всего один маленький разрезик. Чик и все. Чик и все. И вдруг лицо Даны, близко-близко, чуть не вплотную к моему, как будто она прокрылась ко мне, чтобы похитить посреди ночи. Чего ты боишься? Спрашивает Дана, наклонившись надо мной, вдавливая мне плечи в подушку. Ты меня боишься, Фриди? Спрашивает Дана и снова делает фокус с безумными глазами. И я понимаю, что я еще никогда так мало не боялся Даны. Как в это совершенно нереальное мгновение. Я закрываю глаза, а когда открываю, снова уже светло. И Дана давно исчезла. У вас тут тумор. И ты поначалу сидишь и думаешь, что-то вроде «это правда со мной происходит». Со мной этого не может быть. Может, это один из тех моментов… Нет, совершенно точно, это один из тех моментов, когда жизнь меняется навсегда. Неопротиво поворачивает и пересмотру не подлежит. Этого не изменить, пути назад нет и пути назад не выходят. Ну, чтобы как будто ничего и не было. Ну, проходите, пожалуйста, тут смотреть не на что. Проходите дальше, смотреть абсолютно не на что. Нет-нет, его очень хорошо видно. Вот здесь тумор. А это что у нас такое? Тут этот чертов зануда во мне уточняет. Тумор? Неужели? А что нам теперь делать, доктор? А как вас зовут? Можно я буду вам звонить по ночам, чтобы пореветь немножко? Ну, чуть-чуть. А потом вдруг сам к себе. Нет, стоп. Все, что ты знаешь – тумор. Его еще часто называют новое образование. И тут что-то внутри меня начинает образовываться. И требовать себе места. Подвиньтесь, пожалуйста, пожалуйста, еще немножко, еще чуть-чуть. Чем больше тема… Хватит, стоп, заткнись. Нечего рыть в могилу, нечего кипишиться и плевать на кустам. Давай-ка смотри вперед. Впереди ведь что-то есть. Должно же там что-то ждать. А теперь посмотри назад. Вспомни себя 10 минут назад, когда ты еще не знал об этом. Разрастание новообразования, опухоли, тумори, физалити, помпельмуси, дымной метастазии, натюрморти с морским огурцом, в групповом портрете с кишкой, огромные скотины мурдалаки, новообразование. Да, тумор. Вспомни, как было, когда ты еще ничего не знал об этой штуке. Ну-ка, быстро вспомни себя 10 минут назад. А может, лучше не надо, а? Я звоню маме. Я звоню маме, она отвечает с такой радостью в голосе, что мне тут же хочется положить руку. Фридринг, как здорово! Она радуется, что я позвонил. Но я не в настроении долго болтать, я говорю, мам, меня тут просветили и кое-что нашли. У меня там что-то вроде, вроде какое-то разрастание. Говорю я, потому что слово тумор произносить не хочу, а опухоль-выкухоль звучит как-то по-дурацки. Да вообще, мне это слово кажется странным. Мне оно ничего не говорит. Разрастание. С тех пор, как я об этом знаю, об этой штуке, я ее ощущаю и уже вижу себя на операционном столе. Может, прямо завтра. В такой дебильной шапочке. Глаза почему-то во время операции открыты. Может, наркоз не подействовал. И дырку в левом боку. Ведь можно же просто разрезать, раздвинуть, вытащить и зашить обратно. Ну что ж, ну подождем пока. Говорит мама. Она все еще ворхует. Как будто все хорошо, и сегодня самый обычный день. Почти как будто это хорошие новости. Сейчас можно просто положить трубку или заговорить о погоде. О прекрасной погоде. Потому что небо сегодня чертовски красивое. Это тумор, мама. Тумор это слово у меня уже почти так же легко слетает с языка, как физалист или морской огурец. Да, ну ясно. Габа, мама говорит чуть не смеять. Но тумор это же просто другое название для новообразования, да? Это же еще ничего не значит. Это просто другое название. Тумор это же пока просто слово. Говорить мама так легко. Ну, как скажем, физалис или сливовый гус. Тут я сжимаю правую руку в кулак. Размером с тумор. Мне страшно. То есть, я же совсем не хотел ее волновать. Да и слово тумор вообще не собирался произносить. А ты давай-ка, давай-ка выходи на улицу, погуляй. Там чудесная погода, разомнись немножко. Пообедай как следует. Ну, ты там себе что-нибудь приготовь вкусненькое и спать ложись пораньше. Говорит мама, как будто если выспаться, рак пройдет. И тут я слышу дрожь у нее в голосе. Понимаю, что она это делает только ради меня. Что разыгрывает спектакль для меня. Лезет из кожи волк, только бы я не заметил, что она разрыдается. Едва повесит трубку в машине на парковке перед супермаркетом, она поедет домой и может даже позвонит отцу. Который ничего не скажет. Он просто будет молчать, сидеть. А потом может выйдет в сад или побежит в лес. Или куда-нибудь еще, где можно покричать. Думаю, он иногда ходит прокричаться в лес. Я не буду звонить ему никогда. Мы заканчиваем разговор, и я вспоминаю, что сейчас нужно просто действовать согласно чрезвычайным планам. Он весь надеюсь для таких ситуаций существует. Я как раз собираюсь завести в поисковик тумор, но... Почему-то вместо этого набираю физалис. Интернет сообщает, отлично подходит к мясу. Горло подступает дошлота. У Даны новая фишка. Внезапно возникает все двери в дом и заговаривает через приоткрытое кухонное окно. Давай уже открывай. Но для тебя кое-что есть. Вот. Это я тогда у тебя украла. Книжка со сказками. Та самая. Да, я уже выкидывать собиралась. Но подумала, что она тебя может все-таки порадовать. Это же та древняя книжка со сказками, еще отцовская. Я не знала, довольно потребанная. Ты ее у меня украла? Максимум одолжила. Называй как хочешь. И ты мне рисовала? Ну да, это, конечно, не высокое искусство. Но подожди, пока я умру. И найдут мои остальные работы. Если, конечно, ты до этого доживешь. Ты врывала странинице? Да, и что, ты тоже. Это мы оба, дружочек. Гляди, вот эта пидерская птица я на твоих рук делаю. Ты врывала страницы, потому что эта сказка якобы такая жуткая, что ты ее лакарева не мог после нее заснуть. Меня ее отец прочел. Он на полном серьезе думал, что я после этого буду спать. Ну да, сказка про злую мать. Мачеху там про злую мачеху. Которая отправляет сына на тот свет. Заманивает его в западню и отрубает голову. А потом потрошит его и вкусненько приготовив, подает на ужин. И отец сидит за столом, не подозревая, что он ест, и говорит. Ммм, круто, ничего вкуснее, за всю свою долгую жизнь едал. И обгладывает косточки и кидает их под стол. А там сидит крутая печальная дочка, которая, конечно, все знает. И она собирает косточки. И закапывает их в саду. И там потом вырастает дерево. А отец так никогда не задается вопросом, куда сынули подевался. На дерево однажды прилетает птичка. И эта дурная птица постоянно притаскивает какой-то никому не нужный хлам. Птичка поет «Чивик, чивик». Какая красивая птичка. Я же говорю, пидорская птица. И однажды она приносит мельничный жернов. Мельничный жернов. И роняет его на мать. На мачеху. Да, точно. Сильные же птички, однако, водились все времена. И мачеху придавливает асказ. А птичка превращается в мальчика. Чего я следовала ждать? Мне всегда было интересно. Глянь-ка, вы папаша. Что? Да, вот, на ветке. Это ты про головы? Так ты никогда не знаешь. Мне всегда было интересно, кто бы собирал мои косточки. На самый платок нужен? Я везде искал эту книгу. У тебя рак, да? И ты от него умрешь. Не хочешь, не будем говорить об этом. Ты знала, что собаки чуют рак? Я как-то по радиусу слышала. Платок тебе дать? Хотя у меня его все равно нет, наверное. Давай сожжем эту книгу, а? Я пишу тебе письмо. Самое длинное письмо на свете. Ты его никогда не получишь, оно бесконечно. Оно все продолжается, а я все пишу. Я никогда с тобой не спорю. Слышишь, я никогда не перестану. Я начинаю письмо к тебе. Это самое длинное письмо на свете. Ты его никогда не получишь, оно бесконечно. Оно все продолжается, просто не заканчивается. Может, мне самому раньше придет конец. Я начинаю письмо к тебе. Это самое красивое письмо на свете. Ты его никогда не получишь, я его так и не послал. Оно никогда не предназначалось тебе. Вообще-то я его написал для себя самого, и найду его через пару лет, прочитаю, и буду громко смеяться весь долгий день. А снаружи будет светить солнце. Как это могло зайти так далеко? Как ты стала такой недостижимо твердой, а я таким мягким? Я становлюсь все мягче, как кусок масла на солнце. И однажды исчезла. Надеюсь, от меня останется хотя бы лужа, и ты на ней подскользнешься. Передо мной снова сидит один из этих людей, белых халатов, мужчина или женщина, и говорит. Вот сейчас мы еще просветили вас полностью, с головы до ног, и для начала я бы выразился так. Сейчас наверняка будет что-нибудь веселенькое. Если бы вы были беременны, я бы сейчас вам объявил, у вас близнецы, ваши близнецы уже относительно крупные ребята, что было бы вовсе неплохо, но если бы вы действительно были бы беременны. Близнецы? Размером с грушу или с помпель? Скорее, с морской убрец, только в двойной упаковке. И тип в белом халате лучезарно улыбается. Я спонтанно принимаю решение этих двоих не рожать. И все равно они тут же получают пренатальные имена. Тупой и еще тупее, Лорел и Харди, Дживс и Устер. Жаль, что их там не четверо, а то бы я их окрестил Джон, Пол, Ринга и Джош. И в итоге не смогу с ними расстаться. Вы исходите из того, что в следующие полгода у нас с вами будут семейные отношения. Джон, Пол, Ринга и Джош в этот момент могли бы заиграть «Бойз, you're gonna carry your weight». Просто как вариант. Я живу, я живу, я живу. Пою у себя в голове эзотерической мантрой. Я принимаю себя, я силен, я молод, я красив. Да, я красив, можете говорить, что хотите. Я обязательно справлюсь с этим. Я справлюсь, справлюсь, справлюсь. Да, я справлюсь. Одной левой, одной правой, семь сердцев. Все хорошо, все мега круто. Круто, круто, круто. И дальше будет все хорошо. Я люблю себя. О да, я так люблю себя. Я полон любви и уверенности. О да, круто, любовь и уверенность в будущем. Круто, круто, круто. Я обожаю себя. Вполне понятно, почему многие хотят здесь у меня поселиться. Потому что я не отразим. Вот почему. Я люблю сигареты, поэтому здоров. Я, конечно, здоров. Здоров, здоров, здоров. Я здоров и не позволю себе ничего по этому поводу внушить. Все устроено наилучшим образом, наилучшим. У меня внутри потрясающее устройство. С ума сойти можно от любви, ощущения счастья и уверенности в будущем. Я мог бы взлететь, если бы захотел. Да, мог бы, точно мог бы. Потому что с этого момента все возможно. Все, все, все. Потому что я не позволю испортить себе жизнь. О нет, уж тем более преждевременно ее прекратить. Хотя, конечно, было бы красиво. Просто умереть здесь прямо сейчас. Но все-таки лучше жить. О да, жизнь, это я. Возьми меня. Возьми меня здесь и сейчас. Я готов на все. Вот я вкусный кусок мяса. Давай, вгрызайся, давай. Иди сюда. Вгрызайся в меня вперед. Давай, давай. А ты уже здесь. И ты тоже. Понимаю. Тогда давай. Сожри меня. Сожри меня. Сожри, 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 сожри меня. Ты гребаная раковая шайка. Гребаная, тюрьмовая, шапиная, говняная, блеская, фуевая, ебучая, фашистская, тюрьмовая шайка. Сожри, 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 сожри меня. Или я. Сожри, 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 сожри. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 не знаю которые и унижают я знаю она несчастна и она понимает конечно тоже мы гордость не позволяет признать этот тип австриец она рассказала он раньше был мне у нации не хочу надоедать тебе подробностями главное вот что ей надо с матерью поговорить им есть что рассказать друг другу гораздо больше чем они думают в жемчужном ожерелье или в никабе а ради мужика не на все готовы тебе надо уговорить ее мать чтобы она с ней связалась нам только кажется что мы живем в разных мирах на самом деле история-то везде повторяется ладно отправляем а то тут как на зло 6 раньше ватсап или молишься муса не ем хлеб горчицы свиньям на нормальный бутерброд сделать а это нормально это халя и тебе того же что там у тебя поймали на врастве деньги нужны не просто хотела выразить протест против потребительства и эксплуатации ясно ну и белье новое нужно было смысле давно дома не было и возвращаться не хочу так что я теперь бездонная такие дела понятно исправительная работа теперь лишь бы мама не узнала что ты воруешь и это тоже получается я грешница бог милости окей джамиля моя знакомая тебя приютит она из марокко хорошая себе смысле могу у нее пожить ну да они же меня не знают зато меня знают у нас это нормально помогать друзьям друзей надо будет платок носить нет окей пришли номер 0 1 7 6 5 5 3 2 9 7 8 3 увидимся еще когда захочешь я напишу хранить его как скажешь 8 какие люди я думал больше тебя не увижу джамиля и семья меня я слышал что совсем не получилось да нет они очень обо мне заботились и не сдавали тупых вопросов всегда свежий хлеб все всегда вместе каждый за тебя переживает где дети мы все время играли они уважают дедушку я пила только мятый чай никакого алкоголя у нас дома все по-другому и доказывайте мне ничего не приходилось они молятся аллаху как ты коврик не подарили чтобы молиться я сразу тебе подруга у тебя тоже да мне гораздо лучше спасибо за хорошо что ты теперь с нами с вами это с кем я просто хотел тебя увидеть понимаешь я часть ума часть меня мы это не разделяем что за ума община верующих если ты часть ума ты уже не один ты уже часть чего-то больше выживешь ради аллаха всему мужчину я тоже часто думал тебя как исправительные работы работы на кладбище дорожки расчищаю мне даже нравится в этом есть смысл какой-то бред да но это христианское кладбище почему бред когда друг в первый раз взял меня с собой в мечети мы молились я первые полчаса просто как маленький ребенок с меня все сошло все чувство вину самому себе обычно строже всего бываешь нужно дорожить своей честью к самому себе обычно строже всего относишься нужно беречь свою честь ну ахангулилях аллах милосер я сразу такую а я боялась чего прощение да тогда все как-то распадается и прошлое тоже и что все как будто начинается сначала да это же еще один шанс значит и другим надо прощать маме например конечно даже если она не верующая даже если она за лучшая душа нужно простить не знаю а мне можно войти в таком видении почему потому что то что я для него недостаточно хорошо выгляжу дело не в этом хиле а в чем я тебе кое-что объясню послушай потом скажешь так ты выглядишь или не так а лучше просто подумай о чем знаешь тебе дарована красота шала но вместо того чтобы хранить эту тайну понимаешь дело в чувстве собственного достоинства вместо того чтобы влюсти честь ты продаешься как на рынке зазываешь покупателей посмотри какие сиськи посмотри какая попа в смысле я тебя понимаю ты выросла в системе вы думаете если женщина себя не показывает не показывать свое тело она ничего не стоит то есть я тебе нравился нет мусака будто говорит что ты неприличный нравишься конечно а если я надену прошу что изменится речь не об этом конечно нет я вообще спрашиваю в общем ты конечно свысока смотришь на женщин в хиджаб и думаешь их притесняют но они носят хиджабы ради аллаха и ради самих себя они защищены потому что никого между тобой и богом нет только бог и ты настоящая свобода не связана с лотком она начинается с чего-то другого хелена нетерпеливо я уже поняла ничего сложного может быть можно одолжить платок войти не как конечно 7 youtube мусак ясное дело они боятся боятся что не смогут нас купить если принять аллаха всем сердцем ты неподкупен они ничего больше не смогут сделать и они пытаются помешать этому поэтому они против ислам потому что не смогут нас контролировать они не понимают почему дети уходят из дома ибо не понимают творение божье до сих пор им было на нас наклевать а теперь они жалуются что мы готовимся к войне почему они обратили на нас внимание они заставляли нас гнить в грязных пригородах строили для нас эти торговые центры вонючие запихивали наши жизни в тиски бетонных плит а теперь требуют чтобы мы стремились к лучшему а когда мы спрашиваем что это такое они отвечают вам лучше знать реализуйте себя но если честно какой жизнь они от нас жаждут они не понимают что есть другая жизнь без торговых центров игровых автоматов без алкоголя наркотиков потребляться поэтому они не понимают что такое чехата мне жаль если они не обратятся в мастерную веру они погибли восемнадцать раньше хелена приходит муса касается ее хелена отстраняется что такое ты посмотрел видео где эти сионистские свиньи избивают палестинского парня на глазах у матери и увозят его да но должны что-то сделать я могу записать видео на ютубе этого недостаточно ты такая красивая тебе что все равно нет вовсе нет просто думал о чем-то другом да я знаю эти мысли отвлекают тебя от того что надо сделать но я думаю об этом ничего не могу собой сделать лучше думай одни для нашей свадьбы ты же понимаешь я помню ты хочешь подождать пока не найдешь работу хорошо но я что-то не замечаю что ты ищешь чего ты ждешь чудо не понимаю правда это не так просто просто если доверишься богу скажешь не думать об этом найдешь работу женишься на своей женщине и сможешь прокормить семью вместо этого мы живем во грехе это хоран я не могу смотреть сестрам в глаза потому что каждый знает что мы живем вместе мы живем так как угодно Аллаху ты сам понимаешь что это не так о чем думаешь если о чем-то не говорить этого как бы и нет да о чем ты говоришь о том как ты каждую вторую ночь заходишь ко мне в комнату ложишься ко мне молча сдвигаешь одеяло и трахаешь меня в задницу чтобы я не потеряла вновь обретенную детственность вот о чем я думаю ты не против не против не против это по твоему любовь извини я на это ради тебя соглашаюсь только ради тебя и все я это ненавижу я себя ненавижу пытаюсь тебя простить и не могу ты себе такую мусульманку представлял мне тоже плохо так женись на мне и что потом будем воспитывать детей как велит если я на тебе женюсь и что все проблемы исчезнут дальше то что а что дальше типа желание ревность все просто исчезнет на что заколдуют что хотелось бы конечно есть и другая сторона ты о чем знаешь как много братьев из мечети смотрят порно знаешь как много турецких девчонок в паранже отсасывают парням на какой-нибудь парковке потому что парням нельзя их трахнуть меня недавно один брат спросил не собираемся ли мы в анстердам за травой крайне очень тонкая нет это невозможно ты сомневаешься это все не твои проблемы но это есть и среди верующих тоже как я как ты как от этого защититься а потом а потом а потом ты за своими мыслями смотри зачем молиться по 5 раз в день чтобы не думать наконец а что потом а что потом чтобы быть ближе к аллаху тогда а потом не будет будет только бог и сейчас пауза да может и права нельзя терять веру да ты же не то есть который вообще во всем сомневается нет вот видишь вспомни как ты сделал мне предложение все было ясно я буду твоей женой или ты уже не хочешь хочу я хочу тебя у меня будет самая лучшая жена да а теперь давай лучше про палестину поговорим шестнадцать прежде youtube ну сам конечно насилие это полное говно это ясно ислам это знаешь что такое ислам это стремление к миру в коране так и сказано сражайтесь на пути аллаха с теми кто сражается против вас но не переступайте границы дозволенного но именно такая сейчас ситуация ты не должен забывать что вырос в стране в которой тебе показывали только одну сторону медали но как обстояли дела на самом деле это афганистан оккупировал запад или наоборот это ирак оккупировал запад или наоборот это асад начал войну до нас имеют со всех сторон имеет израиль и америкосы десятилетия и рано или поздно это начинает бесить рано или поздно ты волей-неволей возьмешься за оружие это не мой путь но я понимаю братьев которые не хотят больше смотреть как опустошают их землю как бомбят разрушают их города и дома как убивают их семьи 20 муса и хелена молчание затем хелена где ты был муса по делам где в мечети мечети тебя не было я звонила в дуле потом еще прогуляться с каких-то порту гулять начал муса агрессивно что такое то допрос просто удивляюсь каким-то порту гулять на тебе то что за собой смотрю от тебя траву по пусть не упоминай или господа суе как неверующий что живешь как кофе что за бред ты лорусу звоним чтобы он что-то для тебя достал ты что лазила в моем телефоне с ним встречался шпионить за мы вздумали не оставляешь не выбор ты совсем тронулся значит следует божьим заповедям это тронуть ты сначала моим требованиям следу ясно как положено правоверной мусульманке поняла ей положено уважать мужа и служить ему даже если он живет как неверный он собьет ее я буду служить тебе если ты будешь служить богу со мной говорил имам все о нас говорят как мы так можем каждый день грешим потому что живем вместе они хотят знать что с тобой не так почему ты так редко ходишь что с твоей верой я сказала что не знаю не знаю что с тобой сказала что ты со мной вообще не говоришь так не пойдет почему я вечно должен перед тобой оправдываться не передо мной именно у тебя все неверующие кто тебе не нравится весь этот твой такфир это просто сраная ложь вечно судишь других какие типа все неверующие как с ними надо бороться ты вдруг поняла кто враг а кто нет так не бывает ты вообще политикой не интересовалась тебе важно только было чтобы тебя все хотели а теперь ты вдруг против сионистов шиитов асада хрен знает против кого еще тебе то что да у тебя даже родители не мусульмане это все лажа о чем ты вообще ну о чем пауза женись на мне это все что ты можешь ответить я хочу быть твоим сокровищем хочу чтобы ты был рядом до самого конца вот и все это что слишком много жизни такая уж и сложная не могу ты боишься да видишь ты мог бы стать великим воином но тебя гложет сомнение и ты делаешь то чего от тебя ждут те другие за жизнь цепляешься а смерти думать не хочешь не хочешь стать воином аллаха потому что забыл бога и выбрал одиночество а я я пойду до конца даже если мои родители не мусульмане даже если я просто копия а не оригинал это не мешает мне вести праведный образ жизни чему ты так завидуешь сам ты не можешь ты слабак и я не позволю тебе меня запутать ты всегда таким будешь окей но я знаю чего хочу я никогда в жизни не была так счастлива как сейчас потому что у меня есть цель и у меня ее не отнять я не сдамся война только началась какая война я уезжаю из этой страны порока и буду помогать тем кого притесняют неверные присоединюсь к войне за мир без пороков и найду мужчину который будет любить меня до самой смерти что хочешь в халифат поехать я тебе не верю увидишь тебя дурачат опомнись это же все сплошной обман надоело унижаться должен быть другой выход вечно у тебя все или или есть только один выход тот который нам указал пророк саляха аллаху аляхи вассалям халат это не умма это преступная группировка они не мусульмане и ты это знаешь мусульмане никого ради аллаха не убивают ты так и не смог избавиться от влияния западной пропаганды мне все равно оставайся тем кто то есть пауза хелена я люблю тебя незаметно 26 хадж найденное сообщение муса у меня теперь есть только бог бог которого я избавил от мести бог который смотрит в пустоту бог у которого я забрал силу бог которого я вижу насквозь мне не нужно его милосердия потому что я больше не боюсь его гнева я бы похлопал бога по плечу если бы оно у него было и сказал бы пойдем настало время для хиджры в неизвестное место там мы осядем будем оставлять на пути камни и другие последуют за нами сестры и братья мы посадим древо познания и будем вкушать плоды и смеяться ибо они будут кислыми и будь у тебя лицо будь у тебя руки мы бы обнялись я был бы с тобой во всей твоей несказанной неописуемости и никогда не был бы один в моем райском саду я буду с тобой смеющийся бог здравствуйте мы представим вам пьесу Локаса Ходигера «Монстр крушат песотки» я бы хотела представить вам персонажа это Питер Фалак композитор рядом с ним сидит его жена Эдит Фалак служитель искусства познакомьтесь это Курт Крец торговец спец и Кристина Крец здрасте я чню мопеды ну и я Соня дочь слушайте а почему вы не любите новую музыку? эх ну может быть ваше ухо это дощечка с круглыми дырочками а моя музыка треугольна может быть вы слишком устали но говорят что вообще рабочие под конец дня очень сильно устают и им подавать только попкорн корм понимаете но килограммы жира но ни секунды ни секунды джачин ту шельси ни одной ни одной нежной еврейской мелодии еврейской? еврейской мелодии ни ни одной нотки на флажолете ни маскальги с микротоновой нюансировкой как калли? эй когда я слышу такие слова то снимаю пушку с предохранителя это перефразированная цитата из пьесы Ганса Йоста Шлягетер она посвящена Гитлеру когда я слышу о культуре то снимаю с предохранителя свой браунинг то есть значит пальцы тяжко игра на пальцах это нормально а по сакале это нет это не нормально и ничем не проявлять главное своего невежества дайте малышке в ротик пустышку все слова латексные пустышки иначе не обрадуются ваши хари беженцы террористы полный силиконовый оргазм но по сакальги но музыка это чур меня чур чуть я умираю от жажды ты так и будешь долгонить обморить слушайте ну почему почему такие люди как вы господин Крецк почему вы не любите новую музыку хочешь послушать мою музыку? в нашей музыке можно можно отдохнуть от популистов хочешь послушать мою музыку? конечно моя музыка стоит на стороне невинно убиенных от вас я требую лишь культуры сомнения в себе культуры повышенных требований беженцы это повышенные требования для всех нас я требую от вас совместно сотворить из этого культуру с меня требуется одно с вас требуется другое встаньте на мою сторону господин Крецк где же ваша человеческая достоинство? знаешь анекдот мне Яко рассказал падает снежинка на горящий капот и кричит честь и достоинство снежинки неприкосновенные Яко, 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 Яко но ты сам уже не в состоянии переваривать будни похоже единственное превращение на которое вы способны это превращение Шницеля в терьмо такой громкий такой пункт э-э-э, осторожно отец с дедом с божьей помощью изо дня в день превращали этот дом в тот рай, который он теперь стал это цитата из текстов швейцарской народной партии это вот постоянное восхваление собственных половых органов я вообще начинаю понимать к чему тут такое порно освещение наступает на подгузник вот это вот дерьмо умираю от жажды на вашу жизнь господин художник слушайте, это примитивное отсутствие гигиены но, понимаете, у вас уже от ура патриотизма просто поотшибало все чувства это слушай, если утонченному музыканту здесь слишком грязно, он может удалиться на чем я там остановился? на дерьме хи-хи-хи-хи эх ты клоун если бы Яко не сдавал сразу двум квартиросъемщикам ты бы уже давно оказался на улице государство не предоставляет достаточно жилья Виноват во всем Яко. Он жертва. Жертва. Жертва, наживающаяся вдвойне вот на таких вот дырах. Квартира Яко востребована как никогда. Востребованность, успех – это ваш единственный критерий. Ну, Боже. Боже. Боже, господин Крец. Ты прекрати. Кстати, отец однажды отколотил моего верующего брата за оговорку. Брат сказал, что я молюсь за Иисуса, а не Иисусу. А это из детских воспоминаний Жанна Тенглин. Ого. Вот, вот, Бог. Вот, Бог. Знаете, знаете вообще, что замалчивает ваш Бог? Я больше не разговариваю. Что у грехопадения не было альтернативы. Адам и Еба выросли, вот и все. Конец несовершеннолетия. Изгнание из рая – это основание нового рая. Свержение Бога. Но когда мы убили Бога? Ты что несешь вообще? Когда вы убили Бога? Когда? Умираю от жажды. Когда вы убьете Якова? Слышь, если я расскажу это, то внизу вертолет прилетит за тобой в два счета. Я отправил Бога на гильотину впервые, когда услышал его имя. Пальцы тяжко? Да давай! Ты что, реально? А я. Окей. Мой совет начинаешь. И когда проигрываешь, не сопротивляйся. Это сбережет твою кожу. Сжимаем средний и большой палец, и… Питерфалок перелетает через стол. Ну, где твои мышцы? Вторая попытка. Хоп! Питерфалок перелетает через стол. Скукотища. Громкий стул по батареям. Ну, давай, давай, давай еще разок. Ага, разозлился? Не нужны мне твои пальцы тяженькие. Я хочу делать то, что умею. Понимаешь, хочу делать то, что умею. То есть сочинять музыку. Но мне платят за это значительно меньше, чем поп-звездам. Мне приходится не сочинять, а учить дилетану с утра до вечера. И в этом виноват ты, господин Рейтинг. Ты растранжириваешь мое время своими пальцетяжками. Я икс-шемпион дома. Великолепная техника. Ну, давай, тогда приступим. Ты спять? Ведь злость, кстати, это тоже техника. Спять? Я не сойду с этого места. Перелетает через стол. Ну, мне хотя бы интересно, как я проиграю. А вы, обыватель, вы побеждаете, потому что утрачиваете интерес. И в 30 лет вам уже все постыло. Вы слишком провинциальны для поддержания любопытства. В 30 лет вы все готовы поддержать я, а я не выродок. Я не выродок, господин Грец. Моя музыка, которая кажется тебе при этом сумасшедшим, сочинена в здравом уме и в трезвой памяти. Моих кумиров Грец уничтожили нацисты. Родственники Лигити, что хаусно погибли в концлагерях. Знаешь, с такими биографиями вообще попсу не пишут. Я умираю от жажды. Да, каждому свое. Браво. Браво, ты хоть знаешь, что эти слова... Будет идить палок. Где ты пропадала? Раскройте окна, мужчины на улице солнца. Курт включает радио и ищет нужную станцию. Я в кошмарном сне, идите. Мне все время приходится оправдываться. Ну так это же самое интересное. В центре города ты просто сидел и играл Питера Амона. Но попробуй, сыграй его в пивнушке. Вот зачем мы выбрались на окраине. Петер, провоцирует столкновение культур, иначе твое имя никогда не попадет в газеты. Умираю от жажды. Но я схожу с ума, когда меня не понимают. Тебя понимают, даже когда тебя не понимают. Это же сущий ад, Метит. Милый, ты скорее прав, но правда эта была известна и до тебя. Громкий стук по батареям. Метит, я уже десятки лет мешачу ради музыкальной достоверности. И я добился ее. А этим адским жителям она не нужна. Что за контркультура? Я тебя спрашиваю, что за контркультура? Громкий стук по батареям. Что это? Что он может нам противопоставить, Эдит? Звук шел от батареи. Что он может мне противопоставить, Эдит? Ты меня тоже любишь? Курт Крец находит «Люблю я горы своих красот» и делает громче. Это популярная немецкая песенка. Ты спросишь, что меня влечет, и я... Эдит соглашается, вот эта Эдит, если вы забыли, она соглашается с танцевателем. Ты спросишь, что меня влечет, и я тогда взгляну вокруг, и я увижу тебя вдруг. Люблю я гор своих высот, люблю я их широты. Ты спросишь, что меня влечет, и я... Хочет уйти. Люблю я гор твоих широты. Курт хочет уйти. Люблю я гор твоих широты. Люблю я их взглянуть вокруг. Ты спросишь, что меня влечет, и я тогда... Ты спросишь, что меня влечет, и я тогда... Пакет с мусором летает в пакет с мусором летает в окно, и попадает в Питера. Питер в бешенстве вышвыривает его обратно и собирает другие пакеты. Выбрасывает другие пакеты из окна. Ты спросишь, что меня влечет, и я тогда взгляну вокруг, и я отвечу тебе вдруг. Люблю я гор твоих широты. Люблю их ясный свет. Ты спросишь, что меня влечет, и я тогда взгляну вокруг, и я отвечу тебе вдруг. Ты спросишь, что меня влечет, и я тогда взгляну вокруг. Люблю я гор твоих широты. Люблю их ясный свет вокруг. И я почувствую, я вдруг... Люблю я гор своих высоты. Люблю я гор своих красоты. Люблю я гор cabeza. Лук сегодня не покажу. Люблю я гор р잖아요. Люблю я горшка. Люблю я горち. Люблю я гор diabなんです. Люблю я горшка. Люблю я горよ человек. Ты спросишь, что меня влезет. Люблю я гор твоих красот. И я с ним не знаю. Святослав Городецкий приводчик стоит уже здесь. Я видела Волькера Шмидта. Я вижу Лукаса Коллигера. Не вижу Штефана. И вижу Талгата Барталова. Никита Бетехтин. Всех я назвала. Слава любезно согласился переводить нашу встречу. Только три стакана. Кто самый? Сейчас еще принесу. Нет. Может, там, значит, сколько за девять? Девять. Тут есть пять. Я благодарю всех за сегодняшний вечер интенсивный. Да, я хочу еще сказать, что в зале есть переводчик Алла Рыбикова. Есть. Вот. Вот. Который тоже переводил одну из пьес Алла Капую. Шемель Фенинг. Шемель Фенинг. До и после. Нет? А как называется? Большой Пожар. Большой Пожар. Да. Извините. И у нас есть редкий случай, когда авторы, переводчики и режиссеры, которые работают с этим в таком интенсивном режиме, собрались за одним столом. И у меня предложение залу задавать вопросы и высказывать свои комментарии, может быть. А у меня вопрос к... Я начну с режиссеров, если позволите. У них более-менее не было шанса выбирать какую-то пьесу, да, то есть, как бы, это, ну, скорее, такая счастливая случайность, что встретились с этими текстами, но, ну, как бы, вы не читали все в целом, да, как бы, досталось то, что досталось. А вот Алиса, да, прочитала еще две, потому что они отваливались за газ другой, авторы не могли приехать. Но у меня вопрос к вам, поскольку вы, может быть, ближе всех с этими текстами готовы, просто скажите про ваше впечатление, как бы, что вы про это думаете, про такой тип драматургии. Вот Алиса здесь лишь ближе всех ко мне, давай ты начнешь. раз, два, раз, два, раз, два. То есть, что я думаю о пьесе? Она очень современная, очень-очень современная. Это последняя пьеса, я напомню, «Монстры крушат» в многоэтажке называется. А кто ее переводил? Слава переводил. И могу предположить, что она может быть сложной для восприятия, для постановки, потому что она о современной музыке во многом, а как бы музыка, она как будто бы убавляет какие-то тенденции, которые еще некоторые виды не успевают. Это у меня такое очень ощущение логичное. А так как я много времени провожу в электротеатре, а он как центр современной музыки, то мне было очень интересно поработать с этой пьесой. и как бы… У меня есть какая доля у композитора? Да, нет, вообще это какое-то размышление о культуре вообще при помощи музыки. Она как будто бы указывает, что происходит. Она как указатель. Для меня это вот так вот прочиталось, как указатель на то, что происходит в культуре передовой. А можно задать вопрос автору тогда? Ну, глупо спрашивать, что вы имели в виду, но пьеса действительно очень непросто построена в том смысле, что там речь идет о сложных материях, и герои ее погружены в эти материи довольно глубоко. Ну, просто почему вы написали про это? Вот такой вопрос. Почему вам были интересны такие герои? Все артисты, да? Они более-менее? Да. Один? Ага. Я считаю, что я сам благодарен слушателям новой музыки. И я уже раньше в русских историях, конечно, очень известная история с Шостаковичем. В этом речном, 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 хаос-статт-музик. Я всегда считаю исторически структур, что становится нею. И я подумал, в которой ситуация бы не был главным представителем, когда он, как компонист, нею музыку, могла бы стать человеком правильным, который на самом первом случае слышал, что это было нею. Это был основной для писания, то что это было бы в основном. Ну, во-первых, потому что меня интересовала так музыка, потому что я сам очень люблю слушать современную музыку, и мне показалось, что было бы интересно. Я, конечно, был впечатлен на историю, которую вы наверняка все знаете, про Шостакович, про известную статью «Сумбуру. Место музыки», которая тоже обыгрывается в пьесе, и мне было интересно, как поставить в центр композитора и посмотреть, как он будет реагировать, когда встретится с человеком, который вообще до этого не слышал никакой современной музыки. И мне кажется, что это не просто музыка. а также экспериментальная структура, спествующая женщина, которая наиболее полетария, которая наиболее полетария, а также наиболее полетария, а также наиболее датаистские слова, и в данном моменте, то есть также компонисты, и это все будет в абсолютном смысле отверстие. И сама структура, она отвечает структуре экономической музыки современной, потому что начинается все как вполне легкая такая классическая комедия. Две пары, две супруговские пары встречаются друг с другом, а потом начинает нарастать уже какой-то такой, уже по крайней мере, в конце, точно когда появляется уже дочка, получается такой тадоистический элемент. Дочка говорит совершенно непонятные слова, непонятные последовательности. То есть тут структура пьесы соответствует структуре современной, ну, произведения современной экономической музыки. Спасибо. Слава ты уже от себя добавляешь как-то? Нет, это я просто как-то... А в чем твоя главная трудность замечалась, когда ты работал с этим текстом? В переводе? Да. Нет, ну, мне было чрезвычайно весело, потому что это очень веселый текст, на самом деле, и он очень... Там очень много тонкой иронии, то есть я почти все время получал колоссальное наслаждение от перевода, потому что, во-первых, я узнавал много нового об академической современной музыке, чего я раньше не знал, вот, во-вторых, я слушал все эти произведения, слушал вот песни, которые вот... Это такой попсовый совершенно шлягер, который постоянно упоминается, чем считает мотивом в песне, очень смешной, ну, в контрасте с академической музыкой. И, единственное, у меня некоторые вопросы по финалу есть, потому что он достаточно неожиданный, как мне кажется, но так, в целом, вот, мне кажется, ну, Кеса для нас еще гораздо более актуальна, чем для Швейцарии, потому что там немножко педалируется момент национализма, вот, который у нас тоже рассветает двойным цветом. Но само столкновение вот интеллигенции и, скажем так, простонародья, или просто вот высокой культуры музыкальной и такой популярной классической, популярной попсовой культуры, я имею в виду, оно для нас вообще характерно и, не знаю, мне кажется, это замечательный въезд, и жалко, что только 15 минут вы звучали вот это, но... Потому что Белоусов написал специально, потому что тебе придется сейчас перестать автору кратко свой спич. А что основное, это потому что композитор Белоусов написал такое количество музыки или... Нет? А, как ужался. Такой кусочек, он был, в принципе, 20 минут, как это должно было быть, но он как-то ужался почему-то. Здесь все очень сильно. Человеческий фактор. Я не могу спросить у автора, как ему учитка, и могу. Могу, наверное. Я не хочу спросить Я не могу спросить... Я не хотел бы ответить. Я это не могу произойти, я не понимаю. Я хотел бы больше, как я видел, что я не видел, что я уверена, что делать? Я не мажал это так. что это не просто, поэтому это не очень удивило. Почему мы все так и все равно? И что второе здесь было, что я думаю, что мой компонист уже очень очень влютен André. И я думаю, что я думаю, что я думаю, что все-таки потратил на это другое. Или что-то, что у меня было просто взгляд-то, что я думаю, что это было бы все-все-все. Я не знаю русский язык, но мне показалось, что, наверное, композитор с самого начала был очень разгневанный сразу, может быть, можно было его постепенно доводить до «Белого коренья», и вот этот контраст был сразу задан неразгневный композитор, такой расслабленный Курт Крецт. И, возможно, поскольку никто из вас не смеялся, а вообще-то эта пьеса с юмором мне тоже показалась странной, вот, и, на мой взгляд, немножко такой черно-белый получилась читка, потому что все очень наши контрасты были резкие. Ну вот я все-таки очень люблю, когда автор живой, и он сидит, и он может сказать что-то, потому что это реально возможность, которую мы почти лишены в театре. И мне кажется, что это очень важная такая встреча, даже вне, как бы, языка. Но вы все равно какие-то важные вещи можете сказать. А давайте спрашивать вот из зала, что вы хотите, потому что, может, ну, вообще у вас другие вопросы, чем у меня. А мы можем передвигаться по-разному, можем про эту пьесу поговорить, про последнюю, да, которую мы увидели. А можем, есть кого-то, кто вот руку поднимет, а мы поднимем другую? А я же тебя. Я бы хотел сказать про вторую. Про Джиха. Джиха. Потому что первая и третья, они так понятны, но не просто наши такие прям, просто не знаю почему, но они очень понятны. А вот про вторую она может дать нашему театру, на мой взгляд, много нового. И потому что у нас вот те международные отношения, это, конечно, очень условное название, межнациональное отношение, это, на самом деле, межментальное. Вот у нас театр единственный жанр, который может ее поднять, и не занимается этим совершенно. Не знаю, почему наши авторы не пишут на эту тему, наверное, не осознают, так как мы живем, в общем, на пороховой дочке. И, я не знаю, и корабль плывет, а куда – непонятно. И не дай бог видеть вам русский брунт, ты смысл не успешен. И в этой пьесе там вот глубоко. То есть момент очень маленький, скажем так. Ну, мне понравилось, что… Ну, это абсолютно глубоко. То есть и кратко сказать, это глубоко. Нет, я не стал целиком. Нет, я обязательно прочитаю теперь, я абсолютно точно прочитаю. Но, мне кажется, должен быть режиссер такой, мне младше 50 лет. Понимаете? А, ну-ка, два. Не-не, драматург понятно. Может быть, драматург, даже не знаю, какой у него опыт социальный. Но тут, да, конкретно у нас режиссер должен иметь большой социальный опыт и жизни в Советском Союзе, и, может быть, я не знаю, чего-то еще проявляющее. Да. Спасибо большое. А мне как раз понравилась, ну, в смысле, вообще понравилась просто читка. И не знаю, зачем тут нужен большой опыт и знакомый с Советским Союзом, если у нас сегодня эта реальность нам очень близка, и мы, правда, по ней как-то ходим и не замечаем. Ну, мы можем спросить и у Никиты, и у Фолькера Шмидта. А что можно спросить? Мы можем спросить, Никита хочет поставить эту пьесу, например, хотел. Интересно ли тебе про это вообще? Ну, нужно сказать, что мы взяли очень небольшой отрывок, да, и наша задача была за 20 минут презентовать эту пьесу и этот текст, и еще больше сложнее было задать некую атмосферу, да, которая в этой пьесе присутствует, презентовать ее не только как текст, но и как некий художественный образ. И, на мой взгляд, ну, конечно, было сложно обойтись, потому что там у Фолькера замечательно выстроена композиция, и есть еще вторая пара, в которой ислам только проникает, да, то есть там вторая пара, это немец и девушка немка турецкого происхождения, где корни у ней мусульманские, да, ну, Турция, да, исламская страна, страна, где религия является исламом основной. И здорово то, что есть некие два полиса, потому что есть еще старшее поколение, которое мать главной героини, которая не принимает ее, и которая в конце концов становится, эта религия еще больше раздваивает, и, да, разносит их еще больше на два берега. На самом деле пьеса, мне бы не скажу, что пьеса о среднем поколении, о старшем поколении, пьеса, я сегодня не ощущаю, что эта пьеса не про меня, это пьеса про 30-летних людей, которые сегодня по какой-то причине уезжают на чужую войну, да, это пьеса про людей, которые, немало есть русских парней и русских девчонок, которые воюют сейчас за сторону исламского государства, запрещено в Российской Федерации. Да, и в чем, ну это бомба, да, пьеса-бомба, которая сегодня, если она будет поставлена в России, она произведет этот эффект, разорвавшаяся бомба, действительно, потому что пьеса настолько актуальна, и мы знаем то, что, если в Европе есть один градус этой проблемы, то у нас это другой градус проблемы, и у нас об исламе немножко, ну чуть по-другому мы, да, ну сколько, помните, если, да, там, сколько ведущих ТНТ уже произнесло публичных извинений за тот или иной национальный, там, так или иначе, за тот или иной национальный ляп какой-то в эфире, да, сколько независимых издателей сегодня произнесло извинений за то, что они так или иначе где-то неправильно поставили ислам, исламского лидера в какой-то другой контекст. Поэтому, конечно, эта пьеса сегодня невероятно актуальна. Нам было сложно ее делать еще по одной простой причине, потому что Феркер не, он не закладывает иронии в этот текст, там нет иронии. В этом тексте абсолютно все должно быть, ну, это серьезная пьеса, она должна быть прочитана серьезно, и театр, она должна быть прочитана серьезно. В нашей же русской традиции сегодняшнего театра мы все чаще сталкиваемся с такой, как бы, с ироническим восприятием текста, мы все время как бы чуть-чуть над текстом, чуть-чуть отстраняемся текстом, чуть-чуть это делаем. Серьезные вещи мы читаем с улыбкой. Это какая-то некая сейчас сегодня такая традиция, которая, ну, постепенно так мы ломаем ее, но сегодня современные тексты очень, ну, как бы, мы, опыта такого даже нет, да, последний вот опыт у нас был, который Александр перевел в цемент Хайна Мюллера, и там была снова сложность в том, что там нет иронии, мы не можем к этому тексту подойти с точки зрения улыбки, иронического какого-то, да, восприятия этого текста. Нужно найти в нем грамотный, грамотный интонацию этого текста и грамотный какой-то его художественное переосмысление в театре. Я не знаю, на самом деле сложный для России и сложный для театра текст, конечно, хочется с такими сложными текстами работать. Спасибо большое. А интересно, то есть цемент, который вот ты делал, он тоже переведен тем же переводчиком, да? Да, да, Александр. И опыт уже есть, и мы общаемся, но мне кажется, что в цементе, да, Хайна Мюллер и снова кажется, что это про Россию. Мы имеем право там с иронией посмотреть на этот текст, но нет, потому что текст не звучит, текст не может прозвучать правильно, он начинает фальшив. Здесь тоже, на самом деле, я готов принять критику в том, что сегодня, может, этот текст там где-то у нас, где-то, может быть, прозвучал на какие-то, ну, где-то там, где-то, может быть, две-три ноты артисты могли спальшивить, но только от того, что это действительно сложный для театра текст. Спасибо большое. А можно автора тогда спросить? Есть там, ну, есть там, я не знаю. Что ирония? Ну, например, да. Но мне интересно вообще про тему, если честно, про тему, и почему про это, как бы, это может быть очевидная вещь, но все равно интересно. Почему про это? А потом про иронию тоже. Хорошо. Это было, как мне сказали, пьеса в Театре Ingelstadt про молодых люди, которые уже в Сирию воевать. И я с этим вопросом никогда не больше, чем многие люди. И я начинал с этим вопросом, меня с этим вопросом, чтобы сразу заметить, что это не тот Islam, но это очень большинство. И мне было очень понятно, что я не шваж-вайс из-за этого, но я не хочу представить разные Аспекты. И поэтому есть еще один из-за того, что именно из-за различных людей на стороне общества. И сегодня мы увидели две фигуры из этого стиха. Элементы – люди с разных слоев общества, с разных частей общества, разные точки зрения на эту проблему. И вопрос о Иронии. Это очень утипичное стихи для меня, потому что, в любом случае, меня Трагикомик интересует. Это стихи у нас есть не очень Ирония, но есть уже Умор. Мы видим, что здесь есть только две сцены. Есть insgesamt семьи. Есть, что касается Юмора и Иронии. Я бы не сказал, что здесь много в этой пице Иронии, хотя вообще… Но есть не точно Юмор. Вообще-то мне это не совсем типичный для меня пиеса, потому что мне нравится Трагикомичность. Но надо сказать, что вы увидели только двух героев, а вообще их семь. И, как правило, главные герои несут серьезную линию, а, так скажем, постепенные персонажи, они как раз ответственны за юмор и за более… моменты таких бюстерских. Но я fand это очень важно, если вы наступаете на фигуру, чтобы это было не то, что в 20 минутах, если вы все, то были бы все фигуры, это было бы все фигуры. Это было бы не то, что мы не то, что они обоим. Я думаю, что Никит был правильным решением, когда он выбрал двух героев, потому что, конечно, 20 минут невозможно было показать, 20 минут невозможно было показать, и он сконцентрировался на основном аспекте, на главной теме пьесы, и мне кажется, он проработал очень интенсивно, и мне нравится то, что я люблю. Я думаю, что, конечно, ситуация в Сирии сейчас немного изменилась, но для России это очень актуальная тема, спасибо. Ну, я помню, как несколько лет назад в «Шаг» в сборнике каком-то, не помню каком, была пьеса «Норд-Ост», да? Кто автор? «Норд-Ост» пьеса была. — Бурштайнер. — Бурштайнер. — Бурштайнер. И это была практически единственная пьеса в российском театре, вы не знаете, что я хочу сказать, Алла, которая ситуацию теракта на Дубровке показывала глазами разных героев, и в этом был, ну, такой очень сложный опыт для нас, как для зрителей, попытки принять разные точки зрения. Это было очень… И здесь тоже есть это, как бы, ну, такая… Ну, здесь непонятно, кто прав, кто виноват, в словом говоря. Она ставит вопросы очень трудные, но не разрешает их таким образом. Мне, знаете, что интересно, я вот долгата, которая скучает, в телефон смотрит, спит, задам этот вопрос. Можно? Вот у тебя из всех троих режиссеров, мне кажется, самый большой опыт работы с современной драматургией, с русской, нерусской, всякой. А вот интересно, как бы, когда, ну, когда ты читаешь пьесу, написанную иностранным автором, в данном случае пьеса Штефана Хорнбаха, ты, как бы, для тебя являются проблемой, что это написано с чужими именами, про других людей, они живут в другой стране, или другая реальность и так далее. Или разницы нет? Расскажи вообще про опыт, как бы, обращение твоего с этой речью, с этими героями. Ну, на самом деле, в этой пьесе я такой проблемы не встретил. Да, но имена иностранные, понятно, но проблема… Ну, даже понятно, что тема болезни, да, она там не самая важная. А все-таки мне очень понравилась форма, как она написана, что там очень много отсылок к детству, там очень много таких флешбеков, возвращений, сложная форма. И еще, конечно, мне больше всего понравилось, что мне даже это чем-то напомнило Кауфмана, потому что это что-то, вот, как вечно себя не чистого разума, что-то такое. Ну, вот по форме, да. И мне очень интересно было именно разбираться… Там непонятно… Ну, она очень интересно смонтирована, ты не понимаешь, он уже знает, что он болеет или не знает, и с этим очень интересно разбираться. Поэтому, как текст, с ним было очень интересно работать. А в том, что он иностранный, ну, никаких таких каких-то сложностей не было, все вроде понятно. Да, а вот жанр, когда про… ну, это как бы… Правильно сказать, что это комедия? Или немножко комедия? Слушай, мне кажется, что это как раз очень круто, потому что я представляю, если бы пьеса про рак была бы написана, ну, понятно, как она могла быть написана, без иронии, и тогда она была бы очень сложной для восприятия, потому что здесь, мне кажется, как раз через иронию ты подключаешься к герою, и тогда начинаешь ты переживать вместе с ним. Ну, а когда он говорит про шутку, что если немного погулять, рак пройдет, ну, шутку, когда он с мамой разговаривает, ну, это же вообще бомба. Мама думает, что если погулять немного, то рак пройдет. Это офигенно, что герой совершенно вот по-другому это все воспринимает, и тогда его борьба тебе становится намного ближе, что он тоже довольно ироничен в этом, и что он не сдается, и что люди, которые его окружают, гораздо более депрессивны, хотя у них нет никаких проблем, да, там, например, Дана, и его отец, и так далее, и так далее. Поэтому мне кажется, что как раз интонация и форма – это то, что делает эту пьесу очень крутой. Да, согласна абсолютно. А вот автора мы тоже спросим про это. И мне кажется, что там есть такой момент персональный, ну, то есть это выглядит как искренняя история какого-то конкретного человека. Так кажется. ты еще поэтому получаешься. А, ну, как бы, имеет это какие-то реальные основания? Есть ли прототип, не знаю. И почему это комедия? Я думаю, что это не возможно, это не возможно, это не возможно, объем указать. Это не возможно, никакого буквально фиксирования так можно произвести. Там можно сказать, что нет возможно, это не возможно, специальному рождению или нет, это не возможно. Я думаю, что невозможно написать целиком художественную и невозможно написать целиком автобиографическую. Вот этот текст, он где-то между художественным и автобиографическим. И, конечно, я всегда, когда пишу, я отталкиваюсь от себя самого, а потом уже начинаю придумывать. Как он смог посмеяться над болезнью, он так круто и обаятельно действительно. Ну, не знаю, это странный вопрос, но это правда неожиданно, что в такой форме написано умирание. Спасибо. 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 или что они ласшем в холле, это все интересные моменты, которые показывают, что это не очень витязательно, но может быть, что это не будет, все это очень хорошо. Юмор – это, конечно, прежде всего способ вообще как-то приблизить к этой теме. Мне всегда интересно наблюдать, как зал реагирует. То есть где-то люди просто умирают со смехом, где-то люди совершенно серьезно сидят, как вот сегодня в зале, допустим. И это всегда попытка приближения художественного к этой трудной теме. Ясно. А я как бы не знаю, только сейчас совместить хитром, что я пропустила Сашу в качестве переводчика «Джихада». Нет, это важно. И есть у Вас еще Александра Горбова, которая переводила пьесу Хорнбаха. Когда читаешь, я скажу вот свои впечатления. Когда читаешь эти все тексты, они разные и, как мне кажется, носят отпечаток, я не знаю, то ли Вы такие чуткие к автору, то ли это отпечаток Вас лично. Вот, может быть, Вы прокомментируете свою работу, как бы каждый, с какого типа текстом Вам пришлось встретиться? И что здесь было трудно, что нет? Я, например, помню пьесу там одно «Алла», которая целиком состояла из примечаний, какие диалекты «Дирк Лаукке», да? Да, как называлось «Страх и отвращение где-то». И она целиком просто, видимо, там переводчик совсем погиб под этим огромным количеством диалектов разных и так далее. А у Вас какие были сложности или удовольствия? Расскажите. Давайте начнем с Саши, да. Нет, вот с Саши, с девушки. Чтобы мы поняли, что мы сейчас говорим про пьесу Штефана «Игра жизни и игра смерти». Мне было очень приятно работать с этим текстом. Я тут вот прозвучала, что это вроде как коллеги, я работа с этим текстом этого не заметила. То есть это не то, чтобы очень серьезный текст. Нет, он довольно серьезный, в нем много иронии, но мне не показалось, что это комедия. Я не знаю, может быть, Штефан меня поправит здесь. Мы довольно много подписывались со Штефаном. Мне было очень интересно, потому что не только я задавала вопросы Штефану, но и он мне задавал вопросы. И это очень помогло. А какие вопросы он задавал? Как это звучит на русском? Ну, например, Штефан спросил, как я перевела имена. Я очень удивилась, потому что был Фридрих. Как бы перевести имя Фридрих или имя героини. И потом, собственно, выяснилось, что я сначала заметила символику имени героини. Потому что ее в оригинале зовут Яна. То есть это как немецкая я, так и найне. То есть она посредине между дайне. Поэтому по-русски она называется Дана. Еще Штефан спрашивал, насколько интернационально эта пьеса, насколько можно себе представить, что это происходит в России. Мне тоже было очень интересно отвечать на этот вопрос и думать, почему это может быть в России или не может быть. И я получила очень большое удовольствие, работая с этим текстом. Спасибо, Саша. Про джихад. Что? Про джихад расскажешь? Да, да. То, как ты работал с этим. Я работал очень хорошо, потом редактор все зарубил. Потому что он хера не понял. Потому что что? Он не понял ни хера. Редактор? Да. Потому что меня, честно говоря, когда я получил этот заказ, меньше всего интересовали джихады и всякие игилы. Вообще параллельно. Но... Вообще? Абсолютно, да. Более того, я уверен, что вообще эта пьеса... Я, конечно, интересован, чтобы она шла, я получил отчисление, но не думаю, что она хоть какое-либо отношение имеет к России. Вот это мое мнение. Можете пояснить? Можете пояснить. Я вообще рекомендую всем людям поменьше смотреть телевизор. Тогда проблема игилов идет не то, что на второй план. Она вообще исчезнет. Потому что она абсолютно неудобная, поверьте мне. Ну так вот. Значит, поскольку... В общем, самое интересное, когда я решил эту игилу все это говорить, было как раз то, что там много всякой нелепой... Так, в общем, нелепого текста, типа... Типа... Герой писки в WhatsApp, например. Переписки в WhatsApp, например. Ну это они и разговаривают друг с другом. Логично, да. Это герой, разговаривают друг с другом, переписываясь в WhatsApp, да. Поясню до тех, кто не помню. Или там email, да, например. И, конечно, я обычно работаю с драматургией несколькими нового уровнями. Вот там некие названия... Кто? Смерть? Умерли все. Серьезно? Елена и Слава Бога жива. Я передам ей что-то ваше пожелание. Ну так вот. В общем, все эти тексты, все эти типы текстов Геройеля, не то, что как бы понятны, а они вообще в театре как бы неприемлемы. Которые вот этих авторов вы имеете в виду? Слушаю, да. Уточню. Значит, например, невозможно совершенно в русском театре вставить кусок из WhatsApp. Невозможно в русском театре вставить email. Невозможно это перевести на русский так, как это действительно должно звучать по-русски. Потому что ни один переводчик, поверьте мне, не осмелится, грубо говоря, перевести пьесу так, как современную, мы говорим современную сейчас переставлю. Как действительно она должна звучать? Потому что почему-то, не знаю почему, думаю, на силу того, что обычно современные пьесы переводят люди, которые уже не очень современные, в общем все это звучит ужасно контово и не имеет ни большего отношения к человеческой речи. И вот передо мной была очень сложная, очень, действительно, очень сложная. Этот особый какой-то язык, в нем нет ничего особого, он нормальный язык, да? Как разговаривал там мы или наши звезды. Вот, бить себя по рукам, чтобы не писать, не использовать никаких штампов. Вот. Ну, например, пришлось редактору писать, что такое вообще WhatsApp, да? И какие в нем есть правила общения? А? Ну, тут совершенно не знал. И так далее, да? То есть есть вещи, которые в современном имейле, ну вот они вот такие, да? И спорить с ними невозможно. Соответственно, если они там у автора написаны вот так, значит, нужно их вот так и перевести. Эта речь, она нас максимально приближена к тому, что мы говорим. Но, поскольку, опять же, есть какой-то страх перевести или там поставить так, как он есть, вот приходилось с этим бороться. Вот это была основная структура. В итоге ничего этого не удалось сделать по большому счету, к сожалению. Но вот такие есть функциональные вещи, с которыми я... То есть я правильно понимаю, что вы не нашли аналог этой речи и перевели к Андопа? Нет, нет, я за всех сил пытался найти этот аналог, просто я не нашел понимания с заказчиком. А, со стороны редактора. Ага. А что касается вообще этой пьесы, ну, нечего здесь. Ну вот, спасибо вам за интересный поворот. Наконец-то все, может быть, проснулся. Жаль, что все ушли. Фолькер, будете отвечать, да? Я просто, знаете... Ой, стедактор. Кто редактор, где редактор? Где редактор? Где редактор, кто редактор? Редактор сегодня не пришел. Мы с ним говорили эту тему, но мы с ним давно спорим на разные темы. Он великий переводчик сам, но... А кто этот человек тогда? Это был очень уважаемый, действительно, без всякой ироники, очень уважаемый крючок, Михаил Львович Руднинский. Очень, действительно, крючок. Но я делал, в общем, не в его персоне. Я для прошлого шага тоже переводил пьесу, которая называлась «Чертное молоко». Там был, при очереди, не менее великий и уважаемый человек, Александр Белабрат. Это, на самом деле, абсолютно те же самые проблемы. Из чего я делал вывод, что... Что современная драматургия, она как бы... Она... Не надо ее путать с Фаустом Пилте. Это неравные великие явления, но есть вещи переводческие. Я рад, что меня спросили о рабочих переводчиках, которые... Ну, в общем, это некие такие градусы, когда надо перестроиться. Вот, все. Ну, мы можем это обсуждать, и вообще я готова выступить оппонентом и так далее. И главным образом, конечно, меня удивляет, когда человек все-таки доделывает работу, несмотря на то, что объект ему категорически не нравится. Это как режиссер, который поставит читку, кидает потом пьесу, топчется по ней и говорит, мне это навязали, я вовсе не хотел. Вот сейчас вот примерно такой разговор... Нет, я совершенно не понял. Ну, вы сказали, что это... Это не другие, не того уровня, как... И дальше привели примеры хороших текстов. Да, нет ничего интересного, чем переводить текст, который вас не устраивает, поверьте мне. Потому что, когда вы переводите текст, который вам нравится, у вас ничего не будет. Скорее всего. А тут как раз было очень интересно с точки зрения перевода, поскольку обычно ты переводишь вот такое всякое там... С золотым обрезом, да. А здесь вот сильно нужно было там сломать как-то себя. По-моему, получилось. Но вот я сегодня в очередной раз услышал этот текст вслух, да, и понял, что в итоге все испортили. Ну, это какой-то текст. Ну, да, все имеется. Ну, я там чуть не одинаковый, я просто переводчик. Я не стал... Ну, смысл отспорить, да? Ну, пьесы, которые вы переводите, все-таки отличаются друг от друга? Или они все одинаково вам не... Ну, вот вы привели пример. Вы переводили «Черное молоко», сейчас другую пьесу. У вас как бы негативное отношение ко всем? Или это... Нет ни малейшего негативного отношения. Ну, вы вообще искали, современная драматургия, она такая, вот вы рассказали. Ну, она довольно однообразная. Ну, вот... Ну, вот... Спорить нет смысла с этим? Нет, именно с этим и есть. У нас есть смысл спорить, как бы об этом разговаривать. Тут важно различать оттенки и разные голоса, понимаете? Они... Друзья, давайте... Ну, можно спорить? Да, прокомментировать. Да. Я хотел бы сказать, что я думаю, что в России вполне можно описать диалоги в Бюне. У меня есть диалоги в Фейсбук-диалоге в Румынии. Это тоже я думаю, что я думаю, что в России вполне можно описать диалоги в Бюне. Я думаю, что я думаю, что в Румынии в Румынии ставил пьесу основную на Фейсбуке, на общении в Фейсбук, и все было замечательно. В Румынии в Румынии можно и даже нужно, но просто поверьте, когда вы кому-нибудь это предложите, у всех будет пролечь мозг. и все будет пролечиваться. Т.е. Поехали. Т.е. Т.е. Вы знаете, я как раз из тех коротких, из кондовых переводчиков, из кондового поколения, и поэтому хочу сказать... Я сейчас перебью вас. Я все-таки перебью. Я так и знала, что все, что я скажу, совершенно не в переводчике, не к СССР, не к вашей традиции. Послушайте, я вас не перебью вам, когда вы говорите. Вот так вот, слушайте, вот совершенно не про это я сказал, абсолютно не про это. Значит, можно я скажу слово, да? Я буду говорить не про проблемы перевода и не про переводчиков, а про тему саму. Несколько лет назад, где Кристина ушла? А, Кристина. Я очень рада, что Кристина вспомнила «Норд-Остин». Если помнишь, Кристина, где еще «Черное дело» тогда же, да? Это грандиозный совершенно текст, наверное, первый о исламе в Европе. Это были монологи внутренние, монологи женщин, девушек, молодых, которые исповедуют ислам. И они были представлены практически инкугментом, да? Никто не знает, как их зовут, они реально существуют. Текст написал турецкий автор. Мы тогда тоже на чинках представили и Бухштайнера, и представили «Черное дело». Каково это было в 2008 году, где-то так примерно. Какова была реакция театральной общественности? Тоже современная драматургия, современные люди, современные режиссеры. Полное отторжение. Актрисы, которые исполняли, скажем, четыре роли, сказали, как вы можете вообще это писать и вообще это переводить с точки зрения темы самой. Фолькер Шмидт представил замечательный текст на ту же тему с глубочайшим смыслом. Больная тема для российской общественности и для российского тебя больная. Поэтому идет отторжение. Оно идет, мне кажется, в чем-то и до сих пор. Хотя я очень рада, что вот есть молодые режиссеры, которым это уже интересно, уже нет отторжения. Нам нужно заниматься этой темой. Вот «Норд-Ост», вот «Черные девы». Мы, кстати, поставили этот спектакль в другой стране, очень нам близкой. Тоже было отторжение сначала. Но потом, так или иначе, публика вовлекается в это. Это нам нужно. Отторжение идет, потому что это больная тема и потому что мы не хотим, не хотим отвечать на все вопросы. Потому что ислам в России действительно другой природы. Проблемы, вернее, слава. Они другой природы. Но нам нужно глубокое понимание этой другой философии жизни. И только потом мы можем думать или говорить на той стороне, на этой стороне. А может быть, как вот сегодня в этой пьесе было представлено, все очень непросто, все очень сложно, все очень переплетено. И сила этой пьесы, в отличие, скажем, от «Черных дев», где действительно только так или и не иначе, как раз в том, как один приходит в ислам, другой сомневается и может выйти из него. Появился Игил, которого, конечно, не было в 2008 году еще. И мы все в это вовлечены. Какой бы природы проблемы ислама не были в нашей стране, они немножко отличаются, но есть Игил, и это наша общая проблема. Замечательный текст, я считаю, очень важный. Он может кому-то не быть близок. Может быть. Но это не важно. Очень хорошо. Просто мне досталось тоже иметь дело с этим текстом. Мы переводим его уже на другой, тоже славянский язык. И там это уже встречено с большим интересом. Проблема же всяких лексических особенностей. Это такая наша внутренняя переводческая проблема. Михаила Рудницкого, я понимаю, я точно знаю, в чем была проблема у вас с Рудницким. Поэтому, да, я просто была редактором другой части этого сборника. Тоже есть проблема, но это наша внутренняя помня. Главная проблематика и тема этой пьесы, которая нам очень-очень нужна, я считаю, на нашем современном театральном пространстве. Спасибо вам. Будем ли мы автору давать слово все-таки, да? Да. Ну, я хотела бы, в первую очередь, поблагодарить и Сашу Фолькана. То есть, несмотря на то, что Саша очень, может быть, где-то критичен, мне кажется, в первую очередь сам к себе. В первую очередь сам к себе. Я все-таки увидела и услышала очень большую работу Фолька, которая стоит за всем этим. И мне было, на самом деле, удивительно услышать, что он столкнулся с темой ислама, только получив просьбу от индольско-штадских театральных властей, потому что чувствуется очень большая глубина познания темы. Но позвольте мне, как востоковеду, как арописту, высказать свое и небольшое, как мы по-русски говорим, «Fastafie, Fie», свое «Fie» сказать. Но хочется здесь просто сказать, что единственное, не знаю, не к переводчику, наверное, с немецкого здесь вопрос, но просто проблема неофита — это всегда быть очень точным. И если они учат какие-то фразы по-арабски, они действительно их произносят достаточно точно. Поэтому фразы очень распространенные для неофитов, и поэтому, ну, может быть, актерам подсказать, я не знаю, это в переводе как-то звучит, но фразы звучали не совсем корректно. Именно арабские фразы, которые были связаны, ну, здесь, может быть, просто прописать их, может быть, транскрипт или еще как-то. Да, как раз проблема неофитов, потому что мы смотрели самоучители для… Ну, такие видео, обучающиеся видео для неофитов, которые только вступают в ислам, и там сильно текст транскрипируется русскими, да, буквами, и поэтому есть проблема точного произношения. И на самом деле даже, ну, вступая, да, и эта тема же вступления на самом деле в ислам, то есть что один из них был наркоторговец и вступил в ислам, а вторая была проститутка, да, ну, просто девчонка, по сути говоря, тоже связана с наркотиками и связана, ну, такая вот ветреная девушка с улицы, вступившая в ислам, поэтому мне нисколько не было задачи перед актерами поставить точное произношение арабских слов. Но если мы бы делали из этого спектакль, возможно, мы бы более уделили внимание тот герой, который говорит, вернее, да, с точки зрения произношения, тот, кто, наоборот, только-только постигает исламскую культуру. Спасибо. 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 Ну, я в мечеть разговаривал с Таофитами, я читал Коран, мне все, но отрочно, вот, и в Боснии, не в Боснии, а в Боснии? А, и он встречался в Боснии с внучкой Суфио. Да, я хочу сказать спасибо команде своей всей, вот, артистам, Александру Синяковичу, Марии Лавровой, Максиму Стоянову, Дарьи Камасовой, Диме Соболеву за видео и автору за пьесу. Спасибо. Это ты, как бы, к финалу. Ну да, у нас есть два пути. Один путь друг друга поблагодарить, и я очень рада, что здесь три автора. Это прекрасная возможность видеть какой-то очень живой процесс, реакцию и промежуточный итог. Спасибо вам за ваши впечатления, за вашу открытость и честность. Переводчикам спасибо за принципиальность, честность и открытость. Вот в этом смысле, мне кажется, что мы были, ну, не наврали друг другу хотя бы. И это хорошо. Спасибо. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok